Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США и Великобритании боятся расширения российских владений в Арктике. Шведская газета «Aftonbladed» сообщила о сожжении в шведском городе Хельсинбурге устава НАТО. На акцию протеста пришли посмотреть несколько сотен шведов. Шведская полиция с интересом наблюдала за происходящим и не помешала активисту Лукаса довести ритуал до логического завершения. Отмечу, что ранее в Швеции неоднократно проходили различные демонстрации с акциями сожжения мусульманской реликвии и требованиями остановить переговоры о членстве в НАТО, сохранив нейтральный статус государства. Министр обороны Швеции Пол Йомсон на саммите Вильнюса заявил о том, что Швеция поступает против размещения на своей территории ядерного оружия НАТО, не желая становиться законной целью для российских ракет. Отмечу, что шведские власти всячески пытались сохранить нейтральный статус. Факт вступления соседних стран в лице Финляндии, Дании и Норвегии, расположенных по периметру от Швеции, так фактически гарантирует защиту Швеции со стороны НАТО. Безопасность Швеции также обеспечена прямыми договорами о военном сотрудничестве, заключенном в прошлом году США и Великобритании. По этим причинам шведским элитам факт вступления в НАТО не нужен. Они не хотят ограничить государственную суверенитет и находиться под колпаком у американских военных чиновников. Это необходимо исключительно США и Великобритании. Британская разведка в 60-е годы сообщала о планах Советского Союза установить контроль над выходом советских боевых кораблей из Балтийского моря в Северное. По данным британских спецслужб, целью советского военного командования являлся захват железно-рудных районов Швеции и морских портов в Норвегии, имеющих важное стратегическое значение в случае глобального военного конфликта. С того времени мало что изменилось. Теперь британские и американские военные стратегии опасаются возможного установления России контроля над всей Скандинавией в попытке расширить свое присутствие в потенциально богатейшем ресурсами регионе планеты – Арктике.